Merhaba, sevgeli dostlar. Сегодня мы с вами совершим погружение в турецкий через подробный перевод небольшого рассказа для уровня A2-B1. Прежде чем мы перейдем к переводу, хочу поблагодарить всех спонсоров канала и всех, кто поддерживает меня своими донатами. Спасибо вам за поддержку. Слово карлы, кар – снег и при добавлении аффекса лы получаем со снегом или снежный. Кышгюню – это одноафиксный изофет, поэтому к слову гюнь, день, добавляется аффикс у по правилу гармонии гласных. Кышгюню – зимний день. Бир кышгюнюйду. Здесь слово бир выступает в роли неопределенного артикля, то есть какой-то день. И изофет кышгюню у нас в повествовательной модальности. Это означает, что это было в прошлом времени. Добавляется аффикс ды-ди-ду-дю. По правилу гармонии у нас будет аффикс дю. И так как изофет заканчивается на гласную букву, то еще добавляем соединительную букву е. Все вместе получается бир кышгюнюйду. Был зимний день. Переводим все предложения. Карлы бир кышгюнюйду. Был снежный зимний день. Джерен вяркадашлары. Неше ичинде. Сокаа чикмышлар. Гюнь боюнджа. Ойнлар ойнайарак. Эйлен вишлерды. Джерен вяркадашлары. Почему мы к слову аркадашлар добавляем аффикс и? Это аффикс принадлежности третьего лица, который обозначает ее друзья. Как будто у нас есть скрытое слово онун. Джерен вя онун аркадашлары. Джерен и ее друзья. Неше ичинде. Неше это радость. Например, с аффиксом ли. Неше ли будет радостный. Неше ичинде в радости. Или также можем заменить прилагательным радостные. Сокаа чикмышлар. Вышли на улицу. Сокак улица. Добавляем аффикс направительного падежа. Плюс у нас в этом слое происходит озвончение согласной ке на юмушак ге. И получаем Сокаа. Они вышли куда? На улицу. Или в направлении улицы. Гюнь боюнджа. В течение дня. Слово бой это размер или отрезок. И получается гюнь боюнджа. В отрезке всего дня. То есть в течение дня. По аналогии, например, хафта боюнджа. В течение недели. Или икисяне боюнджа. В течение двух лет. Дерс боюнджа. В течение урока. И так далее. Ойунлар ойнай арак. Играя в игры. Ойунлар ойнамак. Играть в игры. И здесь у нас дьи причастие на арак. Ойнай арак. То есть играя. Что-то делая. Эйлен мишлерды. Эйлен мек. Развлекаться. И этот глагол у нас находится в услышанном прошедшем времени повествовательной модальности. Повествовательная модальность говорит нам о том, что все происходило какое-то время назад. А услышанное прошедшее время о том, что мы не были свидетелями этого. Теперь давайте сделаем перевод всего предложения. И развлекались, играя в игры в течение всего дня. Хочу обратить ваше внимание еще на один прием, о котором не говорят в учебниках. Давайте взглянем на это предложение. Здесь у нас есть подлежащие. Мы можем это сложное предложение разделить на два простых. Для того, чтобы не было повторений и предложение звучало красиво, мы соединяем такие простые предложения в сложное. Один раз пишем подлежащие, а сказуемые пишем через запятые. Но личный аффикс, кроме третьего лица множественного числа, и аффикс модальности, у нас их три, повествовательная, субъективная и условная, присоединяются только к последнему сказуемому. Чтобы было понятно, посмотрим на примерах. У нас есть такие предложения. И для того, чтобы не повторяться, мы можем объединить все это в одно предложение таким образом. Подлежащие «бен» и слово «хергюнь» мы используем только один раз. Во всех сказуемых, то есть глаголах, мы оставляем только аффикс широкого времени, а личный аффикс добавляем только к последнему глаголу. Давайте еще пример. Ты можешь взять эту книгу в библиотеке. Ты можешь спокойненько прочитать ее дома. И здесь у нас глаголы в форме возможностей широкого времени. Мы соединяем все это в сложное предложение. Как вы видите, личный аффикс ставим только к последнему глаголу. Предложение построено таким образом, украсят и обогатят вашу речь. Вернемся к нашему рассказу. Какой это день? Это следующий день. Помните, дни недели? Пазар – воскресенье, а Пазар РТС или Пазар ТС – это следующий день после воскресенья, то есть понедельник. Или Джума – пятница. И Джума РТС или Джума РТС – это следующий день после пятницы, то есть суббота. Для того, чтобы пойти в школу. К слову «окул» присоединяем аффикс направительного падежа. Куда? В школу. Переведем все предложение. На следующий день Джерен проснулась, чтобы пойти в школу. Читаем дальше. ОКОДАР НАСТОЛЬКО. Так, например. Я настолько сильно тебя люблю. Или я так сильно тебя люблю. ХАЛЬСИЗ – слабый. Так говорят, когда человек больной и испытывает слабость, недомогание. И это слово у нас в повествовательной модальности. ХАЛЬСИЗДИ. ОМА ОКОДАР ХАЛЬСИЗДИКИ. Но она была так слаба. Я ТААНДАН БИРТЮЛЮ КАЛКАМАДЫ. КАЛКАМАДЫ не могла встать. У нас здесь есть аффикс невозможности действия А. Если бы было просто КАЛКАМАДЫ, это было бы не встало. А КАЛКАМАДЫ не могла встать. Как она не могла встать? БИРТЮЛЮ НИКАК. То есть никаким образом она не могла встать. И откуда встать? Я ТААНДАН С КРОВАТИ. Почему здесь не Я ТАКТАН, а Я ТААНДАН? Разберем. Потому что здесь есть скрытый двухафиксный изофет. ОНУН Я ТАЫ, то есть ее кровать. Просто слово ОНУН опускается. Плюс у нас здесь присутствует озвончение согласной с КЕНА ЮМУШАК ГЕ. И так как это изофет, то перед падежным аффиксом исходного падежа ДАН, мы добавляем соединительную букву НЕ. И все вместе получаем Я ТААНДАН. Если вы забыли про соединительную букву НЕ, посмотрите видео про падежи на моем канале. И теперь переведем все предложение. ОМА ОКАДАР ХАЛЬСИЗДИКИ Я ТААНДАН БИРТЮЛЮ КАЛКАМАНДЫ. Но она была так слаба, что никак не могла встать с кровати. КЕНДИНИ ХИЧ И ХИСЕТМИЙОРДУ. КЕНДИНИ СЕБЯ. ХИЧ. Совсем. Вообще. В данном случае это слово усиливает значение. ХИСЕТМИЙОРДУ. Не чувствовала. ЁР это аффикс настоящего времени. Здесь он показывает, что действие незаконченное. И оно продолжается. А ДУ это аффикс повествовательной модальности. Говорит нам, что действие было в прошлом. И всю фразу КЕНДИНИ ХИЧ И ХИСЕТМИЙОРДУ мы можем перевести двумя вариантами. Она совсем не чувствовала себя хорошо. Или она чувствовала себя совсем не хорошо. По смыслу это одно и то же. Здесь важно запомнить, если перед наречием, которое стоит перед глаголом, есть слово ХИЧ, то глагол всегда будет в отрицательной форме. Например. ХИЧ САЛЫКЛЫ ГОРЮНМЁР. Он совсем не выглядит здоровым. Или он выглядит совсем нездоровым. Или. ХИЧ МАНТЫКЛЫ ДЮЩЮНМЁР. Он совсем не думает логично. Или он думает совсем нелогично. Следующее предложение. ХЕРЬЕРИ АРЬОР ВЮДЖУДУ АТЭШЛЕР ИЧИНДЕ ЯНЬЁРДУ. ХЕРЬЕР дословно каждое место. Мы можем заменить словом всё. И так как мы говорим о джерен, то обязательно добавляем аффикс принадлежности третьего лица. ХЕРЬЕРИ АРЬОР БОЛИТ. Но так как предложение заканчивается на ЯНЬЁРДУ, значит здесь у нас соединение двух простых предложений сложное. И на самом деле у нас глагол АРЬОРДУ. БОЛЕЛА. ХЕРЬЕРИ АРЬОР У неё всё БОЛЕЛО. ВЮДЖУДУ АТЭШЛЕР ИЧИНДЕ ЯНЬЁРДУ. ВЮДЖУД – это тело. ВЮДЖУДУ – её тело. ЯНЬЁРДУ – горело. АТЭШЛЕР ИЧИНДЕ. АТЭШ – это огонь или температура. То есть у неё был жар. И переводим всё. ХЕРЬЕРИ АРЬОР ВЮДЖУДУ АТЭШЛЕР ИЧИНДЕ ЯНЬЁРДУ. У неё всё БОЛЕЛО. Её тело горело. ГЛАГОЛ ДАЯНМАК в форме невозможности. То есть не уметь противостоять или терпеть. ДжЕРЕН БОЛЬШЕ не могла терпеть. ТЕКРАР СНОВА. УЗАНДЫ – прилегла. ГЛАГОЛ УЗАНМАК – прилечь. Очень полезное слово. Если вы хотите сказать «Я немного прилягу», можете сказать «БЕМБЕРАС УЗАНАИМ». КУДА ДжЕРЕН ЛЕГЛА? ЯТАА – на кровать. Добавляется аффикс направительного падежа к слову «ЯТАК». ТЕКРАР ЯТАА УЗАНДЫ. Она снова прилегла на кровать. Она не могла понять, НЕЛЕР ОЛЬЁРДУ БЕЛЕ, что вообще происходило. В общем, наша ДжЕРЕН заболела. АННЕ СИ ДжЕРЕНИ ДОКТОРА ГЁТУРДУ. АННЕ СИ ЕЁ МАМА ГЁТУРДУ. ОТВЕЛА КАВО КИМИ ГЁТУРДУ? ДжЕРЕНИ. ДОБАВЛЯЕМ АФИКС ОПРАДЕЛИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА. И КУДА ОТВЕЛА НЕРЕ ГЁТУРДУ? ДОКТОРА. К ДОКТОРУ ДОБАВЛЯЕМ АФИКС направительного падежа. АННЕ СИ ДжЕРЕНИ ДОКТОРА ГЁТУРДУ. ЕЁ МАМА ОТВЕЛА ДжЕРЕН К ДОКТОРУ. ДОКТОР ОНЮ ИЪЇЇ МУАЙЕНЕ ЭТТИКТЕН СОНРА ШЁЛЕ ДЕДИ. ИЪЇЇЇ ХАРАШО ИЛИ ХАРАШЕНКО МУАЙЕНЕ ЭТМЕК ДЕЛАЦ АСМОТР. ДОКТОР ОНЮ ИЪЇЇ МУАЙЕНЕ ЭТТИКТЕН СОНРА ШЁЛЕ ДЕДИ. ПОСЛЕ ТАГО, КАК ДОКТОР ХАРАШО ОСМОТРЕЛ ЕЁ, ОН СКАЗАЛ. ПОСЛУШАЙ, ДжЕРЕН, ТЫ МОЖЕШЬ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЮ, СЁ В ТВОИХ РУКАХ. ИЛЯЧ ЛАРНЫ ДЮЗЕНЛИ АЛМАЛЫ, МЕЙВЕВЕ СЕБЗЕЙДЕ БОЛ БОЛ ЕМЕЛИСИН. ИЛЯЧ АЛМАК ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВА, ДЮЗЕНЛИ РЕГУЛЯРНА, БОЛ БОЛ МНОГО. ИЛЯЧ ЛАРНЫ ДЮЗЕНЛИ АЛМАЛЫ, МЕЙВЕВЕ СЕБЗЕЙДЕ БОЛ БОЛ ЕМЕЛИСИН. Ты должна регулярно принимать лекарства и есть много фруктов и овощей. Обратите внимание, здесь такой же прием. Два простых предложения соединены в одно сложное. И аффикс принадлежности второго лица присоединяется только к последнему глаголу ЕМЕЛИСИН. Также по похожей схеме есть еще один прием. Обратите внимание на слово фрукты и овощи. МЕЙВЕ ВЕ СЕБЗЕЙ. Аффикс определительного падежа присоединился только к слову овощи СЕБЗЕ. А в слове фрукты МЕВЕ он опускается. Если у нас есть несколько слов, которые соединяются через союз или запятые, достаточно присоединить падежный аффикс только к последнему слову. Это как в математике. Все слова, которые соединяются через союз или запятые, мы воспринимаем как одно слово, как будто они находятся в скобочках. Например, мы можем сказать БАНА КАШИК ЧАТАЛ БАРДАК ВЕТЕНДЖЕРИ ГЕТИР. То есть достаточно будет добавить падежный аффикс только к слову ТЕНДЖЕРЕ. Идем дальше. ОЗЕЛИКЛЕ ПОРТАКАЛ ДЖЕ ВИТАМИНИ ДЕПО СУДУР. ОЗЕЛИКЛЕ ОСОБЕННО. ДЖЕ ВИТАМИНИ ВИТАМИН С. ДЕПО – это склад. И изофетная цепь ДЖЕ ВИТАМИНИ ДЕПО СУДУР. Можем перевести как кладезь витамина С. А аффикс ДУР добавляет утверждение или значение является. ОЗЕЛИКЛЕ ПОРТАКАЛ ДЖЕ ВИТАМИНИ ДЕПО СУДУР. ОСОБЕННО АПЕЛЬСИН ЯВЛЯЕТСЯ КЛАДЕЗЕМ ВИТАМИНА С. ХЕРЗАМАН ЕКИ САНА ГЮЧВЕРСИН. ХЕРЗАМАН – ВСЕГДА. Е – КУШАЙ. Глагол ГЕМЕК в повелительном наклонении для второго лица. КИ – СОЮДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ. В таких случаях выступает в значении «ЧТОБЫ». РАССКАЖИ, ЧТОБЫ МЫ ПОНЯЛИ. САНА ГЮЧВЕРСИН – ПУСТЬ ОН ДАСТ ТЕБЕ СИЛЫ. Имеется в виду апельсин. Все предложение по смыслу можем перевести так. ХЕРЗАМАН ЕКИ САНА ГЮЧВЕРСИН. Ешь его всегда, ЧТОБЫ ЭТО ПРИДАЛО ТЕБЕ СИЛЫ. Первая речь предложения МИКРОПЛАРЫ ЕНМЕКИ ЧИН, ДОСЛОВНО, ДЛЯ ТОБЫ ПОБЕДИТЬ МИКРОБОВ. ИХТИЯЧ – НУЖДА. ИХТИЯЧИМЫС ВАР – ЕСТЬ НУЖДА или ПОТРЕБНОСТЬ. В направлении ЧЕГО у нас НУЖДА? ПОРТА КАЛЫН ДЖЕ САРЕТИНЕ – СМЕЛОСТИ АПЕЛЬСИНА. И ПОРТА КАЛЫН ГЮЧУНЕ. СИЛЫ АПЕЛЬСИНА. У нас здесь есть два двух аффиксных изофета. ПОРТА КАЛЫН ДЖЕ САРЕТИ и ПОРТА КАЛЫН ГЮЧУ. И к изофетам мы добавляем аффикс направительного падежа через соединительную букву НЕ. И конструкцию со словом ИХТИЯЧ переводим через слово НУЖДА. ПОРТА КАЛЫН ДЖЕ САРЕТИ НЕ ВЕ ГЮЧУНЕ ИХТИЯЧИМЫЗВАР. Нам нужна СМЕЛОСТЬ и СИЛА АПЕЛЬСИНА. Про эту конструкцию у меня на канале есть отдельное видео, где я подробно объясняю эту тему. Можете посмотреть. И переводим все предложения. Нам нужна СМЕЛОСТЬ и СИЛА АПЕЛЬСИНА для того, чтобы победить МИКРОБЫ. БУЮЗДЕН из-за этого, или вот почему, БЕНОНА, Я его, ДЖЕ СУР ПОРТА КАЛ ДИОРУМ. Называю СМЕЛЫМ АПЕЛЬСИНОМ. Если дословно переводить фразу БЕНОНА ДИОРУМ, то получится Я ЕМУ ГОВОРЮ. Если же по турецкой логике переводить, то будет Я ГОВОРЮ в направлении АПЕЛЬСИНА. А с учетом контекста предложения БУЮЗДЕН БЕНОНА ДЖЕ СУР ПОРТА КАЛ ДИОРУМ переводим так. Вот почему я называю его СМЕЛЫЙ АПЕЛЬСИН. ДЖЕ СУР ПОРТА КАЛ НЕ ГЮЗЕЛИ СИМЕЛИ ДИЕ ДУЩНДУ ДЖЕ РЕН. ДИЕ – это послелог, который соединяет прямую речь со словами «подумал», «сказал» или «объяснил». В нашем предложении ДИЕ ДУЩНДУ ДЖЕ РЕН переводим «подумала ДЖЕ РЕН». И дальше переводим прямую речь. ДЖЕ СУР ПОРТА КАЛ НЕ ГЮЗЕЛИ СИМЕЛИ СИМЕЛИ СМЕЛЫЙ АПЕЛЬСИН. Какое красивое имя. НЕ ГЮЗЕЛИ СИМ – это такой оборот. Часто применяется для передачи удивления, восклицания или восхищения. Например, НЕ КЛЫ ЧОДЮК – какой умный ребенок. Или НЕ ХЫЗЛЫ АРАБА – какая быстрая машина. ДЖЕ СУР ПОРТА КАЛ НЕ ГЮЗЕЛИ СИМЕЛИ ДИЕДУЩНДУ ДЖЕ РЕН. Смелый апельсин. Какое красивое имя, подумала Джерен. Поэтому она ела много фруктов и овощей. Переводим все предложения. Раз уж ее организму нужны были смелые воины, она ела много фруктов и овощей. Глагол эксикэтмемек дословно переводится не иметь недостачи или нехватки, не испытывать недостатка. Но на русский переводим с тем же смыслом, но противоположно. Всегда иметь в наличии неи эксикэтмеды. Что она всегда имела в наличии? Портакалы эксикэтмеды. Она всегда имела в наличии апельсин. Портакалы это слово у нас в определительном падеже. И где всегда был у нее апельсин? Табаандан. У нее в тарелке. Здесь у нас скрытый изофет. Онун табаандан. У нее в тарелке. Поэтому у нас есть аффикс И и соединительное НЕ перед аффиксом исходного падежа ДАН. Как вы заметили, здесь используется не местный падеж, а исходный. Мы говорим не табаанда, а табаандан. Это особенность глагола эксикэтмеды. В турецком языке глаголы управляют падежами. Дословно переводим не создавать нехватку, где или из какого направления исходит от направления тарелки. Но на русский мы переводим в тарелки. Портакалы табаандан эксикэтмеды. У нее в тарелке всегда был апельсин. Джесур портакал, смелый апельсин, воевал или сражался с микробами. С какими микробами? Джеренин Вюджудун ДАКИ. С микробами, которые находились в организме Джерен. Джеренин Вюджуду. Это двухафиксный изофет. А аффикс местного падежа ДА плюс аффикс КИ добавляет значение, который находится в чем-то. Например, Арабанин Ичиндеки Анахтарлар. Ключи, которые находятся в машине. И еще у нас есть здесь частица ДА после слова Джесур портакал. И вы спросите, зачем она здесь? Эта частица соединяет смысл данного предложения с предыдущим предложением. Портакалы табаандан эксикэтмеды. У нее в тарелке всегда был апельсин. То есть по смыслу Джерен постоянно ела апельсин. А смелый апельсин. Джесур портакал ДА в свою очередь. Джеренин Вюджудун ДАКИ микроб ЛАРЛА САВАШТЫ сражался с микробами, которые находились в организме Джерен. И сюда же следующее предложение. КАХ РАМАН ЛЫГНЫ БИРКЕЗ ДАХА ГЕСТЕРДЫ. Он еще раз показал свой героизм. КАХ РАМАН ЛЫГ ГЕРОИЗМ. Джерен БИРКАЦ ГИН СОНРА ЯТАГНДАН ДАХА ДИНЧ КАЛКТЫ. ДИНЧ ЭНЕРГИЧНЫЙ ИЛИ ПОЛНЫЙ ЖИЗНИ. БИРКАЦ НЕСКЛИКА. Джерен БИРКАЦ ГИН СОНРА ЯТАГНДАН ДИНЧ КАЛКТЫ. Через несколько дней Джерен стала с кровати более энергичной. КЕНДИНИ ЧОК ИХ ИССЕДИОРДУ. Она чувствовала себя прекрасно. САЛЛЫКЛЫ ОЛМАК ДЮНЯНЫН ЭНДЕЙЛИ ХАЗИНЕСИ ДИЕ ДЮШНДУ. ДИЕ ДЮШНДУ. Она подумала, что быть здоровым – это самое драгоценное сокровище в мире. САЛЛЫК ТОЛМАК ДЮНЯНЫН ЭНДЕЙЛИ ХАЗИНЕСИ ДИЕ ДЮШНДУ. Она подумала, что быть здоровым – это самое драгоценное сокровище в мире. ХЕМЕН АННЕСЯНИН ЯНЫ НАКОЩТУ. Она сразу побежала к маме. АННЕСЯНИН ЯНЫ – это изофет, место рядом с ее мамой. Мы просто говорим «иди ко мне, иди к нему», а турки в таких случаях используют слово «Ян», например, «БЕНИМЯНУ МАГЕЛЬ» – «иди ко мне». Или «ОНУН ЯНЫНА ГИТ» – «иди к нему». Дальше «ОНА САРЛДЫ» – «Она ее обняла». Здесь обратите внимание, что с глаголом «САРЛМАК» используем направительный падеж. Обнимаем в направлении кого-то, поэтому «ОНА САРЛДЫ», а не «ОНУ САРЛДЫ». ТЕЩЕКЮ РЕДЕРИМ АННЕДЖИМ. БАНА ОЕЛЕ ГЮЗЕЛЬ БАКТЫНКИ. Спасибо, мамочка. Ты так хорошо заботилась обо мне. Глагол «БАКМАК» также имеет значение «смотреть за кем-то» или «заботиться о ком-то». Глагол «БУНДАН СОРА ХЕПСЕНИ ДИНЛЕЇЦЕМ». СОЗ ВЕРЬЕРУМ «БУНДАН СОРА ХЕПСЕНИ ДИНЛЕЇЦЕМ». Я обещаю, что теперь всегда буду слушать тебя. ДЖЕРЕНИН ТЕШЕКЮ РЕТМЕСИ ГЕРЕКЕН БЕРИ ДАХА ВАРДЫ. БЕРИ ДАХА ВАРДЫ. БЫЛ ЕЩЁ КТО-ТО. ВАРДЫ. БЫЛ ДАХА. ЕЩЁ БЕРИ КТО-ТО. ДЖЕРЕНИН ТЕШЕКЮ РЕТМЕСИ ГЕРЕКЕН КАМУ ДЖЕРЕН ДОЖНА БЫЛА СКАЗАТЬ СПАСИБО. ИЛИ КОВО ОНА ДОЖНА ПОБЛАГДАРИТЬ. МЕВЕ ТАБАГНДА ДУРАН ПОРТАКАЛА БАКТЫ. ОНА БАКТЫ ПОСМОТРЕЛА ПОРТАКАЛА НА АПЕЛСИН. МЕВЕ ТАБАГНДА ДУРАН. КОТОРЫЙ ЛИЖАЛ НА ТАРЕЛКЕ С ФРУКТАМИ. ПОРДАЯН GEZLERЛЯ ПОРТАКАЛЫ ЭЛИ НА АЛДЫ. ВЕ СНАДА ТЕШЕКЮРЕДЕРИМЧЕСУР ПОРТАКАЛ ДЕДИ ПОРЛДАМАК БЛЕСТЕЕТ, СИЯТЬ, СВИРКАТЬ. ПОРДАЯН GEZLERЛЯ СИЯЮЩИМИ ГЛАЗАМИ ПОРТАКАЛЫ ЭЛИ НА АЛДЫ. ОНА ВЗЯЛА АПЕЛСИН В РУКУ ВЕ ДЕДИ И СКАЗАЛА. Спасибо всем за внимание. Если у вас хватило терпения и вы дошли до конца истории, то вы просто молодец. Думаю, удалось рассмотреть много полезных моментов и нюансов, и вы не зря потратили свое время. До скорых встреч.